Вот это очень классно. Причем, кстати, посмотрите, у нас очень много людей смотрится. Вести отдельную группу в сети задачи не из простых. Необходимо регулярно следить за обновлением новостей, вовремя сообщать подписчикам о предстоящих мероприятиях, а также знать, кто именно посещает страничку. Группу 4-й школы ведет 5 человек. Все они представители ученического совета. Мы очень старались, мы очень хотели победить в этом конкурсе. Мы намеренно к этому шли, собирались, работали над этим, обсуждали, идеи лучше у кого-то, они не такие. И я думаю, что только наше стремление привело нас к победе и желанию. Оценивали группы по нескольким критериям. Оформление обложки, качество ведения, количество подписчиков и даже наличие отдельных рубрик. Группа 4-й школы – это коллективная работа учеников и педагогов. Если у нас возникают какие-то вопросы в плане дизайна, мы обращаемся к преподавателю искусства изобразительного. Если у нас возникает вопрос с орфографией, мы обращаемся к учителям русского. Учителя нас всецело поддерживают, мы к ним обязательно обращаемся за помощью. Дети в основном все свое свободное время находятся в социальных сетях, вконтакте. У нас многие учителя вконтакте для того, чтобы как раз-таки общаться с детьми. Передавать информацию. Все новости, которые происходят в школе, где дети принимают участие в краевых, городских, они сразу все выставляют с фотографиями, со своими комментариями, выставляют интересные посты, самое главное – собирают лайки. И все вот это вот, они так работают. Школы-победители будут представлять свои идеи на региональном этапе конкурса, который стартует с 21 апреля.